Добрый день, зовут меня Наталья Глуховская, Белоколитинский район. Да, я являюсь грантополучателем в 16-м году как начинающий фермер, и в 20-м году как семейной фермы направления молочное. Вот как Анна сказала, если нету дяди, то не стоит суваться в бизнес. Немножко о себе, у меня именно с дядей все и началось. Когда-то в году, в 12-13, добрый дядя угощал меня молоком, мне стало стыдно брать уже такие подарки ежедневно, и я ему предложила, давай заведем у тебя корову, и будешь мне давать банк молока, остальное все тебе. И дальше он мне предложил, давай держать две, три и так далее. Так у нас дошло до пяти, ни налогов, ни света, ни газа, но прелесть, чудо. Пили, пили, веселились, посчитали, прослезились. Любовь и дружба закончилась, пришлось мне привезти корову себе домой. Так у меня началось личное подсобное хозяйство. Неподалеку продавалась у нас ферма, ферма была свинофермой, но мы ее купили, потому что тоже все это затянуло, коровы поделились, ну в общем, чудо. Ферму переоборудовали под коровник, систему водопоения, столовые места, комнату, там, подогрейки, все-все-все сделали для удобства. Ведение хозяйством. Наняли тоже доярку, но тоже опять доярки, что ходить за семи, там, пяти голов, давай докупать, что так зарплата, что так зарплата. В общем, превратилась моя эпоха уже в КФХ. Дальше, дальше наступил шестнадцатый год, я узнала грантовской поддержки. За месяц, в принципе, не составила никакого труда, я получила грант, начинающий ферма, полтора миллиона. Уже осознанно понимала, что мне нужна транспортерная лента на возоудаление, расширение поголовья, так как спрос у меня уже, молоко расходилось в лед, в нашем ферме находится два километра от города, поэтому, ну, как бы, это почти в городе, клиентская база у меня к тому времени уже была прекрасная. Поголовье расширилось, на то и поднялись, молоко, естественно, стало девать некуда. Кацинский молотозавод на то время у нас принимали молоко, ну, как-то они так вот собирали тот край, и вот петлять в тебе за этими остатками 300-400 литров сказали, не будем, вывозите к нам на перекресток и так далее, ну, это как бы тоже мне стало, там, 7-6 фляг, багажники, в общем, это все снялось с темой. Так мы пришли к переработке. Тем более, третье приобретение на начинающий грант у меня была емкость, универсальная емкость для хранения молока с интенсивным охлаждением. Приобретение ее свое время когда-то стало проблемой, министерство мне не согласовывало сведения на ее приобретение, как-то считалось, что мы производители сырого молока, а она вроде как служит для производства продукции. попросили переслать, а сейчас, помню, глубоко осень, ночь, дождь, ну, был что, где-то вечера. Пришлите паспорт на эту емкость, пересылаю быстро производителю, этому поставщику, все, 5 минут без 5-6 мне говорят, что какая-то строчечка, которая вот говорила о температурном режиме этой емкости, что она от плюс 4 до плюс 60, ну, то есть она мне послужила как дамк-охладитель в свое время когда-то. Спрос рос. Реализовывали мы свою продукцию. При ферме у нас есть магазин, где это все расходилось. Вот как есть проблемы мясо-до мясо, у меня как бы проблем не было. Не ушло молоком, будет творог, не ушел творог, будет сыр и так далее. Все это как бы без проблем. Я вот на это не могу жаловаться. Ярмарки-рынки. В период пандемии в том году сам сделал то же свое дело. Слава Богу, были закрыты крытки, не было бабушек. И режим закрытый, когда мы передвигались по пропускам, у нас был пропуск. Я даже не знала, что люди могут найти мой номер, вызванивать. Так мы, в общем, начали возить на дом продукцию, что и делаем по сей день. Организация у меня по пятницам тоже это занимает целый день. Все это, в общем, надоело. Надо нанимать уже, наверное, какого-то водителя и так далее, фургон и все это вот и так. Поэтому в двадцатом году я иду на конкурс семейной фирмы. Вот эта емкость знаменитая. Нет, перед тем, как войти на грант, понятно, что у меня есть спрос, я занялась немножко сертификацией, этикеткой и так далее. Все вроде там разработали мне СТО, технологические карты и так далее. Но пришел момент, когда надо было в системе въезд, где-то регистрация и так далее. В общем, санкт-станции договор о том, где у меня берутся смывы с оборудованием и так далее. А такое помещение как бы у меня не соответствует по всеми санитарным нормам. У меня просто отдельно стоящее здание, там 6 на 4 примерно. Ну, а для санклинов, надо раздевалки, мойки, все это жировые уголовители, два септика, ну, много всяких. Вот тогда у меня стал вопрос все-таки о приобретении молочного цеха, модуля строить, я еще не понимала. И вот в тот момент опять объявили конкурс на грант. Долго думать я не стала. Когда я узнала, что все-таки одобрили оборудование для переработки молока в модульном исполнении, я тоже подала заявку. Месяц бессонных ночей, спасибо Центру компетенции тоже за сопровождение консультации, Дондау, у меня тут Светлана Валерьевна. В общем, тоже одержали победу. Приобрести на этот грант я планирую, естественно, оборудование по переработке молока в первую очередь и заняться вот этой документацией. Увеличить поголовье, технику, трактор, форма-раздача. Ну и грандиозное, конечно, у меня строительство коронника модернизировано. Залом с вентиляторами, со шторами, там совсем все, что можно. Ну, пока не знаю, как это все. В период пандемии очень сложно, конечно, стало это все реализовывать. Все закрыто, все на телефоне, вот немножко затягивается. В 19-м году у меня перма стала площадкой для проведения общероссийского общественного движения сельских женщин. Пятый форум проходил. Посетила более 40 человек. Утянуть оттуда не могли никого. 40 минут было уделено ихнюю визиту. У меня, ну, через 2 часа еле всех собрали. Разбрелись, болтали. Россия один так же посещала. Я, потому что, начиная от своих достоинств, наверное, просто так никто бы не приезжал. Казаться глупой и наивной, я не стесняюсь, потому что все у меня идет из души, от сердца. Люблю общаться так же с какими же честными, откровенными людьми. Врядь победителей муниципального конкурса в номинации женщина-предприниматель. Будущим грантовикам, хочу, грантополучателям, хочу пожелать, что все-таки реализация таких проектов, как гранты, она все-таки завтра закончится, поэтому пользуйтесь, пользуйтесь, если вы в этом возитесь, то это большая помощь, это капитал, это наше будущее, то, что достанется нашим детям. Я в принципе рада, рада безумно, я еще не понимаю совсем, если честно, потому что с этого гранта я еще ничего не приобрела, очень трудно. терпение, заранее продумайте, ветеринарное обслуживание, это я вот, с чем я сталкивалась, все-таки молодежь у нас на кошечках и собачках очень трудно найти ветврача, которого можно позвать нему ночью, не говоря уже о семенениях, о всех этих стремуляциях, это как бы должно быть грамотно, присутствовать. так же грантополучатели пусть сразу учат, что расходы это не только те, которые по бизнес-плану идут, а это еще дополнительные расходы, как у меня сейчас, тоже подведи воду, подведи свет, модулю, скоровнику, а это все санитарные разрывы по 100 метров, это, допустим, тоже большие затраты. Ну вот, на этом я закругляюсь. Наталья Алексеевна, ну вот пандемию вы упомянули, с аналогичной проблемой столкнулись и ваши коллеги в других регионах, вот только что мы были на Ставрополье, где фермеры получили грант, и пока не могут его реализовать, по весному скотоводству, правда, речь, и там отодвинут на полгода срок реализации, да, у вас, очевидно, тоже отодвинут будет срок реализации и выхода на те позиции, бизнес-плана. Но, может быть, еще стоит поставить вопрос перед Минсельхозом такой, об индексации расходов, но, или индексации полученных средств, потому что вот вы вам выделили это средство, вы по разным причинам, в основном связаны с тем, что то ли не работают организации, то ли еще какие-то причины пандемийного характера, у вас это отодвигается, а цены на рынке растут, на то оборудование, на которое вы претендуете. Да. Да, так и есть. Я не знаю. То есть вопрос об индексации, наверное, был бы закономерен в таких условиях, когда по независимствующим от вас причинам, если я правильно понимаю. Да, Николай Николаевич, я сейчас позвольте на комитет, к сожалению, мы находимся в рамках бюджетного кодекса, и, соответственно, предусмотреть индексации о том, что вы сейчас говорите, это вряд ли возможно. Кроме того, мы заключаем соглашение, в котором мы прописываем все параметры и те условия, которые должны выполнить вестеры, в том числе мы, как орган исполнительной власти, естественно, ганта получаем. Понятно, что, как уже говорил Татьяна Коломас, переночная экономика предусмотреть все риски, которые существуют на рынке, в том числе, сейчас муки вызывают опасения по металлу, еще какие-то направления оборудования удорожают, к сожалению, это, наверное, один из пунктов, который надо предусмотреть в части таких рисков, которые могут возникнуть. Поэтому, с точки зрения индексации по программам поддержки, она вряд ли исполнима в текущей законодательности. право субъекта федерации пробит, но в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. К большому вашему и нашему сожалению, пандемия не во всех случаях является форс-мажорным обстоятельством. Поэтому, для них, для получателей 20-го года, этого права нету в законодательстве. Поэтому, рассчитывать на то, что вам продлить, я бы на ваше месте не рассчитывала. Вы должны были в четвертом квартале сделать поезды. начали разрабатывать, подходить к этому гранту с весны, получили вы его в октябре или в ноябре. То есть, период, вы уже видели, что пандемия есть, вы уже должны полетать оценку, что и в экономика даст инфляцию, и вы уже у вас было время для того, чтобы проработать с подрядными организациями, вопрос проектирования, чтобы учесть риски санитарных разрывов и так далее. То есть, у вас было минимум полгода с момента, как вы начали разрабатывать документы до осени, до октября, до осени, когда и ваше право будет в суде доказывать этот вопрос. Но вы должны будет доказать, что вы действительно были форс-мажоровной обстоятельности. Поэтому, вот, знаете, опять мы здесь рассуждаем с вами о вопросах, надо бы проиндексировать, там надо продлить, но мне покажется, что вот эти наши усилия надо сейчас направлять не на отложение каких-то обстоятельств, да, потому что они как улучшатся, так как улучшатся. Приложи сейчас максимально все условия, чтобы войти в тот график, который вы сами себе в бизнес-плане написали, да, никогда не мы как линсер-хоз, ни район, тем более белокликинский, не отказывайся, да, в помощь, в консультационной поддержке. Давайте лучше на этом будем. То есть, не давать себе мифические, эти, как это сказать, для отступления, да, а наоборот ужесточить сейчас требования к самим себе, войти в тот график, который вы написали, чем быстрее вы в него войдете, быстрее начнете делать продукцию, да, все проблемы отпадут. Не откладывайте, не затягивайте. Не откладывайте. Я просто говорю, что отсрочка, да, она для грандополучателей текущего введа, кто получит в этом введе, будет иметь место, но это, это только при наступлении курса пожарных обстоятельств. Ясно, то есть, на это рассчитывать не стоит, это главное дополнение, да. У меня, да, вопрос, вот рассмотрение сведений, 10 дней отводится на рассмотрение, 4-3, сколько там, рабочих, на подвесе. В течение этих 10 дней что должно дать время на устранение ошибок, или только их нашли, пока тебе там письмом, делом вернули на администрацию, вот этот вот момент. Как? В данном случае, вы же уже второй раз берете правду, то есть вы знаете, да, что в Министерстве Средственного хозяйства берет 10 рабочих дней для рассмотрения документов. По итогам этого, если документы в порядке вам возвращаются подписанные до сведений, если есть замечания, вам возвращаются замечания, которые вы должны устранить, и вы правильно с ним устраните еще раз. Для этого, для того, сегодня нам Алексей Викторович рассказывал, что если у вас в Атсапе есть трудности, пожалуйста, Центр компетенции вам поможет правильно выстроить документы оборот, но при этом задайте вопрос своему делу, который вам реально и выручить. Спасибо. А еще вот у меня такая, не знаю, ну, желание, наверное, все-таки нельзя ли нам сделать тоже какое-то субсидирование на оплату электроэнергии, все-таки начиная от удаления, на вызов удаление танков-хладителей и дальнейшая переработка и даже насос-скважина, все это идет электричество, это очень небольшие затраты, может быть. Ну, грамм, грамм, это приобретение, которое предусмотрено на этот год, это вряд ли возможно, но перспективу, да. Но поймите тоже, что ситуация такая, что у нас форма поддержки складывается из двух бюджетов, федерального и областного. В основном, большая часть, конечно, действий средств, это направляется за счет средств по федеральному бюджету. По областным средствам, которые у нас есть, это у нас три формы поддержки и сумма там достаточно небольшая. С учетом того, что сейчас у нас последствия пандемии, наши государства финансов оптимизируют расходы, тем самым перераспределяя средства, которые могли бы пойти, в том числе на увеличение фонд поддержки, на вопросы, связанные с устранением пандемии. Поэтому в текущем году нет, на будущее все возможно. В частности, по кооперативам, ну не электрические, затраты не на электричество, а затраты на присоединение, вот предусматриваю в этом году. То есть, вот такая потребность была высказана по линии кооперативов и мы за счет уменьшения новой поддержки включили данное. Поэтому на будущее все возможно. Спасибо.